вот знаешь что мы сегодня разберем точнее придется подобрать то что было раньше немножечко еще разочек все в кучу ну и по сути чуть-чуть продолжим предыдущую тему то есть как бы особо вроде бы ничего нового на самом деле новое только в понимании значит самым интересным моментом для меня было то что скажем так даже все лучшие кто что-то делает соображает и так далее не смогли ответить на тот простейший вопрос который ей тебе задал причина наведения на индуктивность то есть вот этот вот вроде бы простой момент в какой момент будет получен как ну как мы называем и ds там неважно разность частот там на концах неважно как мы сейчас выразить в какой момент мы можем получить работу с индуктивной то есть что делает индуктивной чтобы она могла выдать нам какую-то электрическую работу вот поскольку мы это обсуждали года три назад поэтому при этом я выручками как отрывочками оттуда так это дело вы дерму но нам это очень очень будет нужно при простейший при простейшем разборе схемки значит прежде всего если у нас есть вот она вот 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 такая вот петлевая вот мы накрутили вот хоть на руку да вот это вот колечко но если мы с тобой вот будем чего-то замерять допустим попытаемся на ней просто так ничего не происходит то есть мы не видим как таковое собственно говоря здесь не напряжение не дается ничего в каком случае на обмотке собственно ли появится и ds значит условия которое должно быть выполнено то есть обмотка должна находиться у нас непосредственно в вихревой спирали второго порядка то есть у нас должен быть какой-то электростатический торг в которой мы поместили собственно говоря нашего обмотка публики если допустим у нас это допустим вот у нас северный полюс магнит и вот сюда мы уже вот разрез наши собственные обмотки то вот у северного полюса собственно вот его терридальное образование вот мы в него поместили обмотку то есть при любом у нас перемещений у нас что получается у нас получается градиент градиент геометрический обратите внимание местоположение что где находится обмотка где непосредственно наш электростатический тор находится то есть причина наведения и ds вот здесь заключается в ускорении то есть реактивка она получится медленно она пока по спирали своей шуру и собственно говоря у них кольцевая скорость падает то есть чем больше у нее витков получается на идет по сечению тем соответственно медленнее частота у нее получается по кольцу фактически постоянный магнит в этом отношении можно рассматривать как практически идеальную стоящую волну то есть обращение по кольцу практически нет все 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 находится в в сечении в сечении этого электростатического тора все вращение и когда мы получается устанавливаем здесь обмотку это простейший ускоритель все та же самая банальная форму если мы хотим получить энергию то есть она может нас получиться только на основании либо ускорения либо замедления то есть f равно м а все если нет ускорения невозможно получения собственно говоря энергии вот тоже самое то есть на основании то есть и вот пример с этим постоянным магнитом здесь мы вынуждены сдвигать потому что нет никакого кольцевого либо допустим вот это вот зелененько у нас наводится каким-то внешним индуктором но она имеет уже какую-то частоту обращения тогда мы эту частоту обращения видим на вот этом вот вот этих наших тобой концах нашей обмотки то есть что делает обмотка момент когда мы здесь замкнем через нашу нагрузку либо можем просто замкнуть неважно мы получается позволяем реактивный партийский кинетический и кинетической энергии мы позволяем быстро проброситься по вот этому собственно говоря по вот этому кольцу вот значит до какой скорости мы ускоряем предельная скорость у нас это скорость света очень важный момент для понимания это скорость распространения волны это не скорость движения то есть вот это очень многие недопонимают то есть скорость света это не скорость полета фотон то есть если если бы эта скорость полета фотонов было со скорость до скорости света то даже под той же самый инштейновской формуле мы вас мы вастоя получили массу стремящуюся к бесконечности лучового фонарика мы бы сбивали здесь но но мы видим собственно говоря распространение. То есть это предельная скорость распространения волны в пространстве. То есть при прямом проводнике мы имеем предельную скорость, к световой скорости каталиемся. Вот теперь дальше очень внимательно. Теперь смотри. Добавляя еще виточек, собственно говоря. Получается, что у нас с тобой к одному витку какой-то допустим там своей спиновой компонент вот как луч света практически мы сейчас анализируем но мы добавляем параллельный еще виток и у него такая же самая происходит фактически что редукторное замедление вот это с одной стороны мы вроде бы как вдоль провода ускоряемся до скорости света но в тем самом момент тот же самый момент основную мощность спиновое вращение мы получается начинаем строить редукторную связь вот это так можно сказать то реактивка которая здесь была и мы получается то есть начинает не строить вот эту вот редукторную связь насколько мы ее как бы разделим дом 2 получая дальше собственно говоря поскольку мне на вот этот вот вопрос ну точно точно никто не смог ответить то есть я просто одну такой легенький как бы вроде бы нет вы все много чего правильного на отвечали там но саму суть как бы вот простую физическую как бы сказать вот в этом собственно говоря ответа не было поэтому я вынужден к этому вернуться хорошо вернулись дальше я задал контрольный вопрос потому что после того как я сказал что это ускорение многие сказали 35 человек с которыми основные кто хоть тему скажем так кто тему рубит да значит следующий вопрос задаю хорошо тогда свет у нас является электромагнитной волны почему цвет не наводится на индуктивность этот ответ опять же был в наших же видео в предыдущих но парадокс вот только что обсудили до вот этого вот вот этот момент и на этот же вопрос никто опять не отвечает вот это это очень интересный момент это это момент причем это с работой головного мозга связан с мышлением то есть это простейший контрольный вопрос а как мы поняли что было до этого то есть до этого мы сейчас сказали что даже там если бы это был один проводник прямой мы бы ускорили реактивный поток до скорости света следующий идет идет контрольный вопрос хорошо это поняли почему свет не наводится на обмотку индуктивности свет уже имеет световую скорость его нельзя ускорить вас нулевой градиент то есть мы уже при световой волне имеем предельную скорость а меч не является проводником свету нет обмотка ускоряет реактивную реактивную любой собственно на 2 собственного то есть по кольцу пытается его ускорить до скорости светом при условии если это один виток тот момент то что у нас толщина провода значительно выше чем диаметр скажем так вращение светового но этому час пока опускаем потому что это ну как условное допущение логического эксперимента сейчас так это можно выразить то есть понятно что это не наводится следующий и по этой причине потому что его реактивка значительно более высокочастотная тем чем собственно наша низкая частота в диаметр провода этот это уже то есть ограничение которое нам не позволит навести свет на провод но даже в отношении длинный провода и ускорение до скорости света то есть это контрольный вопрос который проверял предыдущий то есть ускорение то есть только ускорение или замедления является моментом передачи энергии сейчас нам просто это дальше потребуется поэтому это мы так и экскурс прошлые годы а можно сказать только ускорение или замедлить изменения только изменения только изменения да ну какая разница именно то же самое короче короче значит мы уже в этом году рассмотрели момент когда мы компенсировали электромеханический момент связанные с электрической компонентой для любой индуктивности то есть если мы оцениваем разгон вот допустим вот какая-то у нас есть индуктивность и при подаче собственных раз нас есть с одной стороны мы подаем высокую частоту допустим с другой стороны допустим у нас низкая частота подается то есть мы анализируем одновременно два процесса именно два процесса одновременно один у нас идет в одну сторону другой идет в другую сторону то есть прошлый раз я рассмотрел на примере как бы шланга там трубы и выпихивание стержня электромеханики то есть это то есть тот инерционный спин который мы раскручиваем который должен потом затормозить либо перейти на другую частоту и мы его рассмотрели как продолжение но при этом я отметил что в начале у нас как бы есть логический недочет потому что что сдерживает наше разрежение там трубочки когда я показывал что с этой стороны тоже чтобы что-то должно удерживать элемент получается что если наше вычеркан так пошло в эту сторону тоньче таким же самым образом нам должно прийти в эту сторону то есть наша базовая индуктивность которую мы используем должна в любом случае путь это иметь два хвоста с обоих сторон которые будут просто сохранять эту же электромеханику ну вот теперь давай еще более простого варианте мы сейчас это делая рассматриваем значит допустим у нас с тобой есть он так пускай будет трифляр мы еще взяли если мы хотим продлить вот это вот вот эти вот кусочки собственно говоря которые дальнейшие то есть мы просто вынуждены как бы сказать добавить поверхностную емкость для каждой частоты для одной частоты для второй частот очень важный момент вот здесь очень даже наши толковые исследователи очень сильно путают если мы подключим с разных сторон это не конденсатор это линия проводимости если с одной стороны мы здесь взяли без индуктивных вот тогда пожалуйста мы можем замерить емкость это обычный конденсатор единственная разница в нем время удержания вакуумирования если у нас провода он очень динамически то есть что получается если мы с тобой примеру строим вот такую вот систему допустим вот намотали примерно на фарад это индуктивность но ты же согласен что ну вот обычный лиц и контур мы сейчас сделали если мы вдруг попытаемся использовать вот эту вот центральную точку от третьего провода в чем возникает проблема нет относительности относительно чего мы и будем использовать относительно вот этого хвоста вот этого хвоста то есть если мы как линию проводимости низкочастотную попытаемся воспользовать то есть вот сюда получается это без индуктивный конденсатор вот как практически как в штатном варианте но а вот с этой стороны у нас получается линия проводимости которая может разряжать этот конденсатор но уже на своей частоте знаешь по сути как бы аналог получается как будто эмиттер коллектор транзистора как емкость использовал без управления базы но теперь через базу ты можешь разрядить его по сути качер брови тот же самый в точно таком режиме стоит но вот я сейчас эту схему немножечко упрощаю для по крайней мере логического понимания смотри что мы делаем пусть наш трифляр состоит из двух кусочков или там просто имеет центральный отвод вот это вот длина вот этого длина равна вот этой длине посмотреть что у нас получилось там то есть мы нашего индуктивного даже здесь дорисую что было более наглядно количество горбиков 6 снизу 6 свет здесь не принципиально смотри что здесь получается инициатор остался без индуктивный остался без индуктивно до выросла емкость два раза но смотри что мы сделали мы сделали следующее мы эту емкость тобой точно такой же длины как индуктивно мы просто ее взяли за центр и что мы сделаем теперь с вот этой электромеханикой которая в сторону ведет электромеханика когда в сторону да то есть мы получается что вот здесь мы имеем реальную то есть длину волны скажем так и время задержки пропорционально длине провода индуктивности для каждой частоты до низкой в одну сторону для высокой в другую сторону то есть та разница которая была плюсом и минусом на текущий момент времени вот это вот часть снизу мы фактически с тобой вот эти две наружных обкладки они вас без индуктивный я тебе их сейчас вот здесь заменю именно на без индуктивные то есть чтобы совсем было красиво это видно но они же без индуктивный у нас для как емкость для вот этой индуктивности в итоге получается вот ты сидишь смотришь на стандартный или секунд но он не совсем стандарт по одной простой причине если ты сюда вставишь обычный конденсатор и будешь настраивать систему что у тебя получается у тебя у конденсатора произвольная длина ленты вот здесь мы с тобой взяли базовую длину вот эту вот и мы ее вот сюда когда мы привели вот у вас было на входе скажем так или один и вот сюда мы ее подвели мы ее разделили на два кусочка то есть это же самое получается наша или один деленное на два то есть мы с тобой мы мы все мы сделали все тот же механический редуктор просто поделив общий поток на 2 но в два раза короче фактически изображение вот этого конденсатора вроде бы как штатного самом оптимальном варианте говорить что длина обкладки влево и то есть в данном случае вверх и вниз должна равняться половине индуктивность в таком случае у тебя идеально скомпенсирована длина обкладки конденсатора длиною индуктивности но теперь самое это главное в чем преимущество фото на лице контур пожалуйста раскачивай сколько хочешь но площади должна быть даже так не длина платки конденсатора площадь нет но если мы допустим выполняем это одинаковым проводом то мы здесь получаем еще и это и это там все все уже совмещено то есть мы фактически разделить вот он даже самая октава вот здесь у нас получается две более коротких но по емкости точно такие же как одна более длинная да 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 теперь смотри что самое главное у центральной проводины у нас появилась точка относительности до этого мы с тобой всегда рассматривали откуда может собственно взяться у нас наша любая как бы сказать прибавка от внешней среды только на основании разницы хода на основании разницы хода как допустим те же самое там два трансформатора тесла поставить это упор во внешнюю среду это большие собственно говоря излучение вот эти там и так далее здесь же получается что все то же самое но у тебя получается конденсатор имеет в одну сторону этот это может например на соляной намотанный у тебя быть трифеля и ты взял вот центральную точку его у тебя получается емкость одновременно есть левым спинам и с правым спинам ну и вот здесь уже совершенно другая картина то есть получить ту же самую емкость поверхностную намного проще между двумя элементами чем одна обмотка и удар во внешнюю среду то есть получается что вот это вот проводи на которая третье у тебя осталось она получает и ds разницы хода между левым и правым спинам емкости но теперь возвращаясь к тому что делает индуктивность индуктивность ускоряет то есть примеру давай так нарисуем момент скажем так зарядки этого конденсатора у нас с одной стороны вакуумирование дошло вот до этой собственно говоря грани а здесь дошло до полный вот до этого то есть отрезка тут то есть при замыкании вот этой нашей индуктивности а чтоб что произойдет так перераспределение емкости внутри конденсатора мы и этот же самый момент рассматривай как асимметричные конденсаторы когда одна пластина вторая собственно обмотка подавая на несимметричную точку обмотки соответственно возникает биение на непосредственно вот этой же самой обмотки но вот это получается то есть все то же самое то есть но еще более как бы логически мы систему сводим и технологически упрощаем мы по сути получаем конденсатор с четырьмя выводами который может использоваться как обычный конденсатор где угодно по сути но его максимум будет эффективности при условии что его общая длина вот этого равна общей длине вот это то есть но теперь внимательно смотри дальше то есть вот это вот индуктивность она получает какую-то и ds непосредственно изнутри конденсатора она пропорционально в нее опять же длине этого же самого провода но если дальше то же самую систему достраивать но у нас частоты работы получается совпадают частоты работы конденсатора и емкости межпластинга самое главное что частота опоры совпадает длина провода то есть наша вторая частота опоры диаметр провода и длина провода у нас совпадает ну только теперь смотри вот сейчас я вывожу линию мастер посмотри вот но вот эта система работать не будет это знаешь почему фазу ты не соблюдал фазу в данном случае конденсатор тебе дает 90 градусный сдвиг фазы то есть минимальная собственная организация это либо через 120 градусов трехфазную систему как бы с недобором в 30 градусов либо соответственно выход на крест и соответственно то есть 44 таких элементов то есть каждый элемент вот эта индуктивность получается задержку 90 градусов по отношению к вот этой то есть тебе нужно четыре раза это сделать чтобы можно было привести систему к обратному то есть добить до четырех элементов вот эти всегда самое самое интересное то не заканчивается стандартный вопрос а снимать то откуда самое главное забыл организация этой системы должна быть таким образом чтобы снимать можно только силу лоренс от этого объекта это объект который но это это просто колокольчик который звенит снимать колокольчика звон трогать его нельзя да это три могут быть или 4 сектора к примеру 90 градусных на тароиде трифлярные которые как бы вот по этой системе вот таким вот образом это обычные резонансные контуры кстати резонансные контуры даже на воздухе это очень легко проверяйся то есть когда делаешь подобные контура то есть примеру подвешиваешь на него сюда с логов ты рукой дотрагиваешься просто до контура до любой свободной точки на осциллографе у тебя сразу есть амплитуда ты можешь посмотреть на какой частоте он уже работает ничего не подавая но то есть когда контура очень хорошо настроены выверены но банальное касание рукой ты видишь ту частоту которую нужно на его подавать соответственно но этот опять же то есть подавать до тех пор пока у нас не согласованы какие-то параметры когда система начинает согласована быть по всем фазам длинным и так далее то есть длинно здесь в октаву согласован выполняется самое главное условие для вот этого текущего контура нет обратной связи от этой индуктивности он без индуктивный то есть идет развязка только в одну сторону примерно такую же систему я вот на двигателях приводил то есть когда него не во всех режимах собственно реактивная реактивная компонента передаются от них обмоток другим но там может быть более сложно для понимания вот я думаю здесь более просто то есть получается что и вот таких элементов дальше обратим внимание на различное построение подобных систем их можно по кругу то строить сколько угодно но но если мы если именно на вот этом принципе конденсатора основа все тогда мы сразу же на 4 выходим просто сам по себе конденсатор 90 градусов дипфаз значит теперь к физическому аспекту я его еще наверно ни разу не озвучивал по поводу принципа работы наших линий проводимости почему выплывает такая частота собственно говоря и чем она обусловлен вот мы намотали какую-то проводину собственно говоря получили на не какую-то частоту вы на этой частоте у нас получается по графику у нас получается пик проводимость вот в этой точке там на какой-то частоте допустим f у нас максимум тока вот мы то что мы регистрируем нашими приборами значит самый главный момент для понимания откуда эта частота что она означает эта частота физического разряда емкости то есть допустим если у нас был бублик намотан и мы его сильнее стяжками сжали у нас эта частота упадет ниже станет мы же не поменяли длину бублика нет не поменяли провода все те же самые просто сжали но у нас получается что наша частота допустим вот это она уже сместилась вот сюда стал ниже значит для примера возьмем какой-нибудь плохенький конденсатор каким там одну там 4 на на фарад и неважно вот такую ну допустим зарядим моего до 100 вольт вот у нас есть базовое напряжение допустим 100 вольт мы его зарядили но и вот мостовом водопустим измеряем и мы отпускаем питание и мы видим вот такую характеристику разряд пошел вот обратите внимание но это займет десятки секунд разряд а когда мы держим проводную вот эту вот вещь вот эту вот вот мы взяли точно так же мы можем даже и с одной стороны так емкость вот так вот зарядить вот мы создали разрежение между двумя вот этими проводами вот у нас есть полость который скажем так низкие частоты ограничены высокими на самих проводах вот мы удерживаем вот наше разрежение и если мы отпустим уберем клемму питания то время схлопывания вот в эту емкость сюда внутрь у нас составит ту частоту которую мы вот здесь измеряем это физический параметр времени разрядки конденсатора или когда у нас пластины у нас получается очень так можно сказать очень маленький зазор по краям между пластинами и плюс вот это вот удержание за счет ширины пластины то есть не кривые объекты получаются как бы упираются в токи фуко пластины когда провод круглый здесь не во что упираться получается только от плотности мы сжимаем сильнее допустим бублик там у нас частота падает мы просто увеличили физическую плотность расстояние между обкладками уменьшили соответственно наоборот сильнее его как бы это растормошили при тех же самых длинных у нас просто происходит более быстрое схлопывание в эту точку и когда мы на него подаем переменку мы просто поддерживаем динамический процесс внешней среды схлопывания в точку разлет обратно в точку вот что мы поддерживаем это именно физический параметр и вот здесь вот эта точка проводимости вот это вот максимальный ток получается не в тот момент когда мы попадаем именно идеально на разлет это видео где выстрел под водой это очень четко видно вот пуля вылетает пузырь и он начинает в центр схлопывается потом в опять разлет опять схлопывается бум-бум-бум-бум-бум-бум затухающий вот примерно та же самая картина здесь у емкости есть время то есть вот мы начинаем то есть мы чем подавать него синус нужной частоты можно не мгновенно набирает свою амплитуду у него есть реальное время разгона если осциллограмму смотреть у него получается вот время разгона какой-то и вот 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 такая характеристика прежде чем выйдет на фиксированную это же самое при затухании рыб есть реально и получается да да есть реальный параметр инерционности среды которые мы улик мы увлекаем но так вот максимальный ток вот здесь у нас получается при лобовом упоре нашей частоты то есть та частота при максимальной проводимости вот здесь эта частота когда момент схлопывания скажем так вот так акцент у нас идет схлопывание а в этот момент теперь внимательно мы пытаемся ровно вот но распихать у нас . опоры то есть изменяя частоту немножечко влево вправо фактически мы начинаем не попадать графиками схлопывания и то есть дина то есть это физического схлопывания в центр эту частоту которую мы подбираем для вот этого в идеале тут получается даже не регулировка частоты это нужно делать а с двигом фазы но мы не можем сделать это двигом фазы потому что мы одним объектом управляем нет нет второго объекта сейчас второй объект это динамический внешняя среда которая схлопывается в эту точку то есть поэтому изменяя частоту это вот тот параметр который я озвучил нам 22 февраля мы про это дело говорили когда я закорачивал катушку и не срывался резонансный режим емкости то есть автогенератора говорит это емкость хотя в этот момент она нулевая индуктивность это просто резистор кстати я замерил 0,6 ома да то есть 0,6 ома собственно говоря автогенератор да пожалуйста вот работает ваша емкость нормально но то есть вот этот вот режим достигается смещением частоты в большую сторону но речь идет о том что немножечко не про 90 градусов видимых а речь идет про 90 градусов так это может быть процессуально то есть вот на той экспериментальной катушки которая как бы в половину я получил вот этот вот двиг порядка 7 килогерта то есть получается то есть тот момент когда у меня происходит вот это вот склопывание но склопывание даже мы так линейно рисуем для себя физически это процесс который у тебя разворачивается как бы по дуге идет то есть получается что мы должны подавать свой процесс как бы ударный в момент когда мы проходим 45 градусов вот здесь по вот этому процессу для двух вот этих процессов это между ними получается двиг фазы 90 градусов да и вот в этот момент получается нет влияния потому что мы получается максимальный ток мы получаем когда на лобовом столкновении у нас максимальная частота соударения мы получаем максимальную линию проводимости ток здесь же получается что отклонение в большую сторону вот этого но обратите внимание не на 90 градусов видимой фазы видимая фаза там будет 30 40 килогерц позже а мы буквально имеем диапазон 5-8 10 килогерц вот такой вот диапазон чик мы имеем из 300 до ну полный более 300 откуда берется такой маленький сдвиг мы фактически опять же привязаны к чему в длине провода к нашему волновому резонанс то есть мы по сути подцепляем вторую частоту кратную длине провода от волнового резонанса которая вот это вот используется но вот таким вот методом методом сдвига фазы вперед то есть это узнаешь по принципу как можно получить очень высокую частоту нужно взять две волны с минимальным сдвигом фазы друг относительно друга между ними тогда максимальная частота биения вот здесь пути то же самое то есть мы вот это вот частота биения которая выставляется между двумя фазами схлопывания и чуть-чуть нашим продвинутым подвинутой частотой вперед мы и задаем частоту по сути опорную волнового резонанса а если можно 90 градусов перейдем полностью да мы относительно емкостного получаемся но мы и остаемся то есть не забрав ничего из этой гармонии оттуда нельзя ничего забирать не ну нет мы же можем ту же самую 300 килогерц под 90 градусов мы это видим на осциллографии вот спокойненько мы можем как бы типа мешать то есть меняется радиальные стоячие волны то есть это мы рассматривает но сама по себе картину то есть изучив более детально динамику и причину то есть причина такой именно частоты для конкретного куска провода это физический параметр собственно говоря относительно которого происходит внешние схлопывания вот не буду пока больше грузить какими-то вещами я думаю что на четырехконтактный конденсатор там все предельно понятно но единственная может быть особенность для его использования связано с аналогом детекторного приемника то есть если снимать постоянно центральные проводины то у тебя произойдет выравнивание ну так можно и плотности внутри конденсатора а если ты хочешь снимать максимум то тебе получается уже снимать одну полуволну с него чтобы вторая успевала перераспределиться внутри но но либо есть еще хитрый момент если это будет квадрофиляр и тогда можно емкостной съем с него организовать центральный проводить на линии проводимости чтобы переводилась в реактивную компоненту но это эксперименты покажу да то есть в принципе так нюансы но которые позволяют сделать маленькие шашки вперед